Здравствуйте! Это видео, как всегда, для простых людей, от которых можно услышать такое. Вы о чем, уважаемый? Какой распределительный щит? Какое реле напряжения? Какое УЗО? У меня двушка хрущевка со старой электропроводкой и счетчиком с двумя пробками. А у меня дом такой же со старой электропроводкой. Именно так скажет почти каждый проживающий в жилом фонде старой, а иногда и не очень старой постройки, а также владелец частного дома или дачи постройки времен прошлого века. И очень даже зря хочу тебе сказать. Вот один из комментариев под моим видео. Будьте добры, подскажите, что делать? Дом строился давно. Со счетчика завели одну линию, ну это то есть однофазный ввод на 220 вольт. Все приборы в доме от одной этой линии. Есть какая-то возможность защитить эту линию и чем? Прошу не предлагать мне капитальный ремонт. То есть человек не хочет делать замену электропроводки. На сегодня многие просто меняют старые пробки на два однополюсных автомата или один автомат и нулевую шину и считают, что находятся в полной защите. Но это во-первых опасно, а во-вторых не совсем надежно. Почему опасно? При аварийной ситуации может сработать только один из автоматов и это может быть тот, который отключает ноль, а фаза останется под напряжением. Хотя при этом электроприборы работать не будут. Поэтому нужно ставить двухполюсный автоматический выключатель, который отключает сразу и фазу и ноль при срабатывании, отсоединяя полностью жилище от сети. Хотя это и противоречит ПУЭ правилам устройства электроустановок. Почему не совсем надежно даже при установке двухполюсного автомата? Автоматический выключатель защищает внимание, только твою электропроводку от повреждения при коротком замыкании или перегрузке, одновременным подключением мощных электроприборов. Запомни это навсегда. Автоматический выключатель не защищает твою бытовую технику при аварийных ситуациях в сети. А такие ситуации могут быть разные. Например, отгорание ноля, когда в розетке имеем две фазы. Повышение или понижение напряжения в сети, выходящие за нормальные пределы. При этом твоя бытовая техника, подключенная к сети, просто сгорит. Кроме того, при нарушении изоляции фазного провода или пробое фазы на корпус бытового прибора, прогорание тена или поломка электродвигателя, ты можешь при касании получить смертельный удар тока. Ведь в квартирах и домах старой постройки нет защитного заземления, а автоматический выключатель в такой ситуации также тебя не спасет. Что же делать? У тебя квартира или дом старой постройки без современного ремонта и делать его у тебя нет возможности. Это означает, что электропроводка в твоем жилище сделана из алюминиевого двужильного кабеля тип АПВ сечением 2,5 квадрата. Причем сделана она одной линией, к которой подключены все розетки и все лампочки во всех помещениях. Срок службы такого кабеля 15 лет и он уже давно истек. Для справки, максимальная нагрузка в однофазной сети 220 вольт на алюминиевый кабель 2,5 квадрата составляет 3-3,5 киловатта при условии его прокладки под штукатуркой. Максимальный ток для этого кабеля составляет не более 16 ампер. Помни всегда, что это максимальная нагрузка при определенных условиях. Вот почему все советские бытовые розетки были рассчитаны на 10 или 16 ампер, которые часто выгорали при подключении мощных электроприборов. Если поставить автомат номиналом 25 ампер, есть риск сжечь домовую проводку, но это уже на твое усмотрение. При сегодняшнем обилии бытовой техники такая электропроводка может принести много беды при некоторых ситуациях. Особенно тогда, когда пробки выбивают и вместо них ты ставишь обыкновенную отвертку. А если выбивает автомат, ты ставишь другой с номиналом выше прежнего. Но что предлагаю я? Установи простой, небольшой распределительный щит после счетчика, который сможет сберечь твою жизнь от удара током, это надеюсь главное для тебя, бытовые приборы от повреждения, а также электропроводку в твоем жилище от пожара. Можешь даже сэкономить и вместо счета установить одну вот такую динрейку, но щит конечно лучше. Для такой реконструкции нужно всего несколько следующих приборов. В одной автоматический выключатель на два модуля, вот такой, с номиналом 16 ампер. Далее реле напряжения Zuber. Ты можешь выбрать такое реле напряжение любого производителя, благо их развелось много китайских, но я рекомендую именно реле напряжения фирмы Zuber. Благодаря его безупречной работе, большому набору функций, а также моему положительному опыту применения. Можно взять прибор как старого образца на три модуля, вот такой, так и более новый и элегантный на два модуля, вот такой. Это очень необходимый и полезный прибор в твоем распределительном щите. Реле Zuber отключит фазу в случае выхода показателей напряжения за установленные тобой пределы при различных аварийных ситуациях, в том числе и в случае отгорания ноля, когда сгорает все, что было подключено к сети. Это спасет твою бытовую технику от поломки и сбережет для тебя довольно много времени и нервов. Номинал реле напряжения должен быть выше номинала в одного автомата. Автомат у меня на 16 ампер, значит реле напряжения я ставлю номиналом не менее 25 ампер. Здесь есть один момент. При отгорании ноля реле напряжения отключит только фазный провод, а по нулевому проводу продолжит идти фаза. Почему это так, я здесь не буду объяснять. Как же уберечь себя от удара током при такой ситуации? Нужен еще один необходимый прибор. Это УЗУ, устройство защитного отключения. Его номинал тоже должен быть выше номинала вводного автомата, то есть не менее 25 ампер с дифференциальным током отключения 30 миллиампер. Все эти значения можно увидеть на корпусе прибора. Я советую приобрести электромеханическое УЗО, так как электронное, хотя оно и дешевле, не сработает при отгорании ноля. Этот прибор защитит тебя от смертельного удара током, а именно отключить сеть при касании человеком фазного провода или корпуса бытового оборудования под напряжением, даже при отсутствии необходимого для его работы заземления. Небольшой и очень приятный удар током будет, но твоей жизни он не навредит. Как же собрать распределительный щит для хрущевки частного дома старой постройки с однофазным вводом и заменить пробки на автомат? Перед тем как начать замену пробок на автоматы, необходимо отключить напряжение с участка электрической сети, на котором будут производиться электромонтажные работы. Для этого нужно в этажном или уличном распределительном щитке, отключить пакетный выключатель или автомат, питающий вашу квартиру или дом. Проверить отсутствие напряжения любым индикатором, можно и таким вот простой отверткой со светодиодом, конечно проверив его на исправность. Перед тем как отключить напряжение, нужно индикатором определить фазный провод. Раньше никто не заморачивался о цвете проводов, все были белого или черного цвета. Вот я нашел фазный провод, светодиодной отвертки засветился. Отключаю напряжение, выкручиваю пробки, отсоединяю провода от них и снимаю корпуса для пробок со старого щитка. С нижней стороны пробок, как правило, находятся провода выхода со счетчика, а сверху провода ввода электропроводки твоего жилища. Затем нужно установить необходимый распределительный щит или динрейку. Я ставлю динрейку, предварительно подложив под нее прокладки, чтобы можно было пустить монтажный провод под ней. Для соединения приборов между собой можно использовать одножильный или многожильный провод. При использовании многожильного провода нужны еще наконечники НШВИ, вот такие, и клещи для их зажима на провод, вот такие. Но это все лишние траты, поэтому соединения делаю одножильным медным проводом сечением 4 квадрата, загибая концы вот так, для лучшего контакта. Ноль провод синего цвета, а фаза любым иным, кроме желто-зеленого. Ноли фазу от выхода счетчика подсоединяю к верхним контактам вводного автомата. С выхода вводного автомата ноли фазу подключаю к контактам реле напряжения зубер. Они расположены сверху и обозначены фазы цифрой 1 и английской буквой L, а ноль цифрой 3 и английской буквой N. Выход фазы, контакт под номером 2 соединяю со входом фазы УЗО, а выход ноля, контакт под номером 4 соединяю с входом ноля УЗО. Выход фазы и ноля с УЗО можно сразу подсоединить к электропроводке жилища, если она не разделена на группы. Если все же тебе повезло и у тебя электропроводка разделена на группы, тогда можно поставить после УЗО несколько автоматов на каждую линию. Но такое счастье в хрущевке, брежневке, панельке и старом частном доме выпадает очень нередко. В основном электропроводка в них идет одной линией и никакого разделения на группы нет. Бюджетный распределительный щит в хрущевку или частный дом старой постройки без ремонта готов. Стоимость всего использованного оборудования превысит 50 долларов США, но защита твоего жилища и жизни будет на порядок выше с таким распределительным щитом, чем с отверткой вместо пробки. Но все-таки, чтобы полностью обезопасить себя и свое жилище от проблем с электропроводкой, я советую, если есть возможность конечно, заменить электропроводку на медную и разделить потребителей на группы. Спасибо за внимание и всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok